Следующий доклад, он тоже в некоторой степени неудобный, но тем не менее он уже более технический, он связан непосредственно с заботным по тайзам, с дайзем SD-K, что такое дайзем SD-K, что он есть, как вы можете стеклазовать. Вот это содержание, давайте перейдем к содержанию, к делу, компонент дайзем SD-K, из чего он состоит, вот здесь они перечислены, дальше мы о них поговорим подробно, но я еще раз повторю, то что было в предыдущей презентации, то есть это IDE, это эмулятор-симулятор, но документация, примеры приложений и еще некоторые, вот здесь показана схема IDE, то есть как выглядит Eclipse, настроение, настроение под веб-разработку для тайзем, там есть отдельная еще перспектива, связанная с активной разработкой, вот как выглядит геология разработка, то есть на самом деле по большему счету обычно Eclipse, а примите Eclipse, Eclipse очень популярна среда разработки, поэтому вы можете видеть, что все очень похоже, но единственное отличие, у нас есть обозревательных подключений, о нем тоже поговорим подробнее, и предкосновенность свойств HTML и CSS. Генератор-сертификат, что это такое, то есть вы когда свое приложение, либо на устройство загружаете, либо в магазин отправляете, вам его нужно подписать, то есть это способ защиты от того, чтобы ваше же приложение кто-то другой не смог в магазин, например, отправить или выдавать обновление в вашем приложении, от своего уровня, и обязательно перед работой на завозняке нужно создать свой сертификат, ну вот этот генератор сертификатов, он позволяет, буквально запомнить 4 строчки, создать сертификат, то есть 4 строчки обязательно, имя файла сертификата, имя сертификата и пароль, ну еще по желанию можно запомнить следующую информацию. Веб-симулятор. Что это такое? Это инструмент, который вам позволяет запускать, тестировать свои приложения, но только веб-приложении. Как он выглядит? То есть это некоторая дополнительная оболочка для браузера. Ну, по умолчению он работает с Chrome, можно его настроить для работы с Chrome, можно работать с такими браузерами, которые работают с WebKit. То есть это просто дополнительная оболочка для браузера, которая позволяет ваше приложение, не собирая их в пакет, просто запуская файлы из исходника, файлы HTML, JavaScript, CSS, отображать примерно так же, как оно будет выглядеть на устройстве. Это работает очень быстро, потому что вам не нужно ничего собирать. Ну и позволяет еще некоторые дополнительные функции делать, какие-то, как работа с сенсорами устройства, то есть, например, можно симулировать поведение гироскопа, акселеромебра, каких-то других датчиков. Вот такой инструмент, который позволяет очень быстро проверять и отлаживать веб-приложении. Эмулятор. Эмулятор это уже более серьезная вещь, это полноценный эмулятор, в котором стоит полноценная система. Сам эмулятор основан на QEM. Когда вы его запустите, у вас будет, ну, примерно такой же кружина, как на реальном устройстве станции. Только единственное, что сейчас у нас устройство для разработчиков, а не на ARMY. Эмулятор, он на x86. То есть, то, что у него внутри, оно для x86. И здесь уже можно тестировать не только веб-приложении, здесь можно тестировать все, что угодно. Работает это примерно так же, как на реальном устройстве. Вот комплект к эмулятору, инжектор-собойкий, идет инструмент, который позволяет в эмулятор отправлять в систему. Разные события. То есть, события связаны со звонками, с акселерометром, с другими датчиками. Их можно отправлять в эмулятор, чтобы эмулировать различные варианты поведения устройств. Дизайнер интерфейса. Ну, тут, в общем-то, даже в названии все сказано. То есть, это инструмент, который позволяет вам визуально создавать интерфейсы для ваших привожений. Потом эти интерфейсы можно будет просто подключать к привожению к проекту и в цепочку. Документация. Документация входит в состав Tizen SDK, но та же самая документация доступна онлайн на Tizen.org. Она охватывает разделы введения, то есть, о том, что такое Tizen, что это Tizen SDK. Раздел разработки веб-приложений, разработки нативных приложений. Есть еще раздел по разработке непосредственно самой платформы Tizen SDK. Примеры приложений. Примеры приложений это просто замечательная штука. Без них сложно очень начинать. Это вот то, что для меня послужило очень хорошим стартом, очень простым стартом начала разработки по Tizen. Есть примеры и веб-приложений, и нативных приложений, и пример губридного приложения. Вы можете просто открыть, посмотреть, как устроено приложение. Там очень несложные есть приложения, есть приложения сложные. Но, тем не менее, вы можете открыть, посмотреть, как устроено, как реализованы какие-то нужные вам функции. Ну и, не хочется сказать, скопипастить себе, перенести опыт разработки своего проекта. В общем, раздел посвященный тому, как начать создавать приложения. Как создать сам простой приложений. То есть, первое, что вы делаете, это создаете проект. Можно создать либо пустой проект, либо проект на каком-то простом шаблоне, либо проект из примера. Ну вот, очень просто создается. То есть, вы просто выбираете, какой тип проект вы хотите создать, даете ими, и, в общем-то, это можно заканчивать. Значит, у вас появляется проект. В зависимости от того, что вы выбрали, у вас будет немножко разный набор файлов. Но, если вы создали пустой проект, там вообще почти ничего не будет. Если создали на каком-то примере, то есть, те файлики есть, те основные файлы. Конфиг.xml это файл с мета настройками проекта. То есть, это очень важный файл, в котором имеется информация, связанная с разрешениями. А мы по файлу на свете, чем с вами поговорим. Индекс.xml. Ну, в случае, если веб-пайл. Индекс.xml это тот файл, только по умолчанию у вас будет открываться при старте приложения. По первой старте, это открывается страничка. А icon.png это иконка. Иконка приложения, которая будет отображаться на него устройство. Мейн.js это по умолчанию прописывается файл с файл с дополнительными стилями приложения. Если вы создаете проект с помощью дизайна интерфейса, у вас немножко по другому будет выглядеть структура проекта. У вас будет папочка с различными страницами. То есть, если у вас в приложении несколько экранов, для каждой информационной страницы. На каждой странице будет создавать свой файл с описанием дизайна интерфейса. Тут еще подхватятся две такие папочки, которые содержат системные темы, системные библиотеки. На самом деле, если вы создаете из примера, не обязательно используем шаблона дизайнера. Если из примера создаете, у вас эти две папочки тоже подхватятся. Ну, в частности, здесь подхватится jQuery. Кто работал с jQuery? Хорошо, а кто занимался его прозработкой? Отлично. У вас прозработка есть jQuery? Ну, такое бывает, наверное. В общем, jQuery по умолчанию используется для проекта Carpenter. Если у вас есть опыт работы с jQuery, то считайте, что вы умеете создавать приложение Carpenter. Там вся сложность создания приложения остается только в создании проекта. Ну, давайте о комплексе ценой немножко подробнее. Что это такое? То есть, это файл, который хранит дополнительную информацию о проекте, о авторе проекта. Ну и, кроме того, о разрешениях и тех функциях, которыми проект обладает. В частности, если ваш проект требует какие-то дополнительные функции. Например, работу с контактами. Пуштовая запись в контакте. Или работу с настройками. Например, если ваш проект хочет уметь устанавливать обои на домашки, на блокировки. То это все прописывается сюда. И когда пользователь будет устанавливать ваше приложение. Ему напишут, что вот, это приложение там будет управлять смс. Согласны ли вы с установкой такого приложения или нет? То это может отказаться. Но, с другой стороны, если вы это не пропишите в контакте ценала. То такие функции у вас работают в приложении. Просто не будет, будет возникать ошибка безопасности. То есть, здесь вы прописываете тот функционал, которым обладает ваше приложение. Те функции, которые вы хотите использовать. Ну, чем еще хорош Tizen IDE? Тем, что он предлагает визуальные средства редактирования. То есть, можно редактировать исходник, это XMR Pad. А можно с помощью интерфейса просто добавлять функции, которые мы имеем. Так, ну, аккумулятор, еще раз, это полноценное средство для запуска и оплатки приложений. Создается эмулятор через менеджер эмуляторов. Кнопочка запуска которого находится слева внизу в Tizen IDE. Обозреватель подключен. Сейчас я его даже вам покажу. Ладно. Кнопочку вот так вот, как с правилами нарисован. Потом на Tizen IDE. То есть, вы создаете XMR регулятор. Их можно много разных создавать. Ну, дальше вы его запускаете. Запуск эмулятора. Вот так происходит. Вот Action Explorer. По ним есть кнопочка вызов на данный же эмулятор. Ну, запущенный эмулятор и выглядит не так. То есть, сейчас там по умолчанию есть два скина для него. Вот этот вот скин, который выбирается не по умолчанию, выглядит по телефону. То есть, у вас появляется то есть, на экране. Что-то очень похоже на телефон, можно будет обыскать приложение. Так. Инструменты связаны с оплаткой приложений. Ну, оплатка приложений, она бывает просто на уровне. То есть, бывает во время написания кода. Это, например, инструменты, которые выделяют вам некорректный синтаксис. Инструменты, которые занимаются автодополнением. Но я должен сказать, что в Tizen IDE автодополнение, оно немножко более интеллектуально, чем обычно. То есть, оно, например, не только функции, имена функций добавляет, но и на перемены. В частности, при написании HTML5 кода, оно позволяет добавлять имена классов, имена ролей объектов. Ну, такие немножко более хитрые вещи, связанные со HTML5. Ну, способ выведения хоть дополнительных информаций, стандартно принятый для веб-разработки запись в лог. То есть, наиболее часто у него использована вещь. Вот такой простой командой делается. Удаленный инструктор. Это инструмент, который позволяет вам следить за ходом упланирования приложения. Отлавливает ошибки. Вот так он запускается, здесь написано. Ну и давайте посмотрим, что мы сейчас изучили пока. Обзорный доклад с Тайзен 2DK. Мы наблюдали. Ну, давайте так. По порядку. Что есть в Тайзен 2DK? Это примеры приложений и документации, которые со мной с тобой позволяют вам начинать разрабатывать по Тайзен 2DK. Они позволяют вам находить, как реализовывать какие-то топорные вещи, какой-то функционал. Это инструменты, связанные с разработкой. Начинать с мастера проектов и заканчивать мастером локализацией, о котором мы не говорим. Но это просто способ, который позволяет вам делать приложения на разных языках. Ну, можно это делать с помощью мастера, можно это делать в ручку, можно это делать совсем просто. Создается папочка Leng. У нее для каждого языка помещаются файлы, которые при использовании приложения свободным языком заменяют файлы в основном, в ветках приложения. Например, если у вас там есть какой-то файл со строками, ну, ресурсы строками, то по умолчанию будет использоваться тот файл, который лежит в основной папке приложения. Если вы указали такой же файл, например, для русского языка, и у вас на устройстве не про русский язык, то подберется файл, который для русского языка. Но еще запуска главного инструмента это эмулятор и симулятор. связанный с ним инструментом, это уже как событие, и в данном случае. Ну, еще раз немножко о тех ресурсах Тайзеннор, которые есть. То есть для разработчиков это довольно-таки Тайзеннор, основной ресурс, там есть все, что вы думаете. Ну, и все с этой презентацией теперь мы просим. Готов и надо работать. Готов. Готов. Готов.